Здравствуйте! Наверняка многие из вас задавали себе вопрос «Кто я? Откуда я? Куда я иду? В чем смысл конкретно моей жизни?» И наверняка многие искали ответы на эти вопросы в своем происхождении. Ведь, как говорил один литературный персонаж, кровь – великое дело. Если моими предками были путешественники, крестьяне, композиторы, наверняка это имеет значение. Сегодня мы беседуем с представителем очень необычной профессии. С нами на прямой связи из Петербурга Мария Тычинина, генеалог, профессионал по составлению генеалогических древ. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, Илья! Мария Тычинина, Санкт-Петербург, историк, член русского генеалогического общества. Занималась спортивной журналистикой, но однажды решила, что подлинное ее призвание – генеалогия – изучать и рассказывать людям истории их семей. Для нее генеалогия – это не столько профессия, сколько призвание, ведет активную просветительскую деятельность, развивает информационно-познавательный проект «Из прошлого с любовью», где делится своими исследованиями и методиками поиска. Я прав, так эта профессия и называется? Ну, я бы вас немножечко поправила. Да, действительно, профессия называется генеалог, но мне гораздо больше нравится и ближе исследователь семейной истории, потому что все-таки генеалог, в моем понимании, это больше научный деятель, то есть человек, который подготавливает методологии, публикует научные статьи, посвящает этому десятки лет. Я занимаюсь действительно восстановлением семейной истории, корней, родословной, и поэтому мне, конечно, ближе именно исследователь, вот, если вкратце. Расскажите, в чем вот суть вашей профессии? Потому что вот сейчас, в последние годы особенно стало популярным отправлять свой генетический, так сказать, материал на анализ, где тебе вот пропишут, откуда твои самые дальние предки, с какого континента пришли. И я вот говорил перед записью с некоторыми людьми, они, в первую очередь, вот это вспоминают, такое вот модное сейчас течение. А вот вы чем занимаетесь? Ну, вы правильно подметили, что генетическая генеалогия сейчас действительно очень-очень популярна, потому что это довольно-таки просто собрать биоматериал в баночку и отправить в лабораторию. Я занимаюсь совсем другой историей, но зато я могу рассказать вам биографию человека, которого мы исследуем, а не просто с какого континента он пришел. Я работаю в архивах, в библиотеках, могу поехать поселением, если нужно собрать информацию. Все это для того, чтобы составить полную информацию о ваших бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках и так далее, и так далее, и так далее. То есть я не работаю с биоматериалом, я работаю с теми самыми безумно важными бумажками, которые могут рассказать куда больше о вашем предке, чем ДНК. Но сразу скажу, что в идеале я бы эти два метода и генеалогию, и генетическую генеалогию объединяла, и тогда вы будете, наконец, называется, и будете знать максимально глубоко все, что возможно знать о своей семье. Ну вот конкретно, если говорить, мы на Алтае. Алтай называют перекрестком культур, потому что здесь на протяжении многих тысячелетий кто только не гулял туда-сюда. Сюда ссылали, в том числе из Петербурга политических и не только. Сюда сами приезжали зарабатывать деньги, выращивать хлеб и так далее. В принципе, нам сам Бог велел вот этим интересоваться. Допустим, вот я заинтересуюсь, в лучшем случае знаю на одно-два поколения назад свое прошлое. Вот с чего начинать, что мне делать, и вот с чего вы начнете, что вы будете делать? Смотрите, первое, что нужно сделать, и это вообще неважно, в каком регионе вы находитесь, это опросить всех возможных родственников, потому что вам кажется иногда, что вы знаете все, но я вас уверяю, что каждый родственник, даже самый дальний, даже те, с кем вы не общаетесь, они владеют своей частью информации, очень часто это дает большие достаточно зацепки. Я когда работаю, например, с клиентами, я часто с этим сталкиваюсь. Они, например, поленились кого-то опросить, мы потратили где-то полгода на то, чтобы какие-то документы где-то найти, а выяснилось, что это знала двоюродная бабушка, и просто которой человек пленился написать. Потом, вы должны все это обязательно зафиксировать в письменной форме, потому что все, что не зафиксировано письменно, этого не существует. Кроме того, вы не будете видеть так называемых дырок, то есть что конкретно вам нужно доисследовать, каких дат вам не хватает, каких городов, каких адресов и так далее, и так далее. Потом, нужно обязательно разобрать все бумажки, которые у вас хранятся, и у ваших родственников, неважно, это справка о том, что человек болел, либо же это свидетельство о рождении. Хотя, конечно, вот этим свидетельством рождения, брак, смерть, вот этому всему мы уделяем особое внимание. Также места учебы, места работы, обязательно адреса места жительства. Также стоит задуматься о том, был партийным человек или нет, к какому сословию он относился, был он православным, либо, например, лютеранином. Что касается, например, Бурнаула, то, насколько я помню, если мне память не изменяет, у вас же находится национальный архив Алтайского края, где находятся так называемые метрические книги, а это такие церковные книжки, где фиксировали информацию до революции о рождении, браке и смерти человека. Поэтому сначала вы собираете всю информацию, смотрите, какой период у вас наименее заполнен. Несмотря на то, что я сейчас вам сказала про метрические записи, всё-таки стоит начинать с советского периода. То есть вы сначала всё собираете по советскому периоду, потом уже уходите в дореволюционный. Очень многие, знаете, говорят, что я и так всё знаю про советский период, я всё знаю про свою бабушку и дедушку, про своих бабушку и дедушку. Вот я вас уверяю, что почти всегда выявляется новая информация. Вот, поэтому как-то так, если вкратце, но помеча, что, конечно, несмотря на то, что я дала сейчас очень много общих советов, путь у всех будет индивидуальный. В этом-то и чудо генеалогии, что вы уникальны, и ваша история уникальна, и путь исследования, он будет только ваш. Поэтому начинаем с общего, а потом будете уже изучать какие-то детальки и читать уже информацию по своему случаю. Потому что, например, что ещё можно порекомендовать? Обязательно читайте кривеческую литературу, обязательно старайтесь максимально собрать информацию о том сословии, о том роде деятельности, которая была у вашего предка. И вот тут уже будет находиться свой индивидуальный путь. Сразу вопрос возникает. Я такой сяду, всё изучу, а зачем мне вы? Ну, то есть, если не хочется заниматься, да, то можно обратиться, скажем, к специалисту, а потом уже просто работу принимать. Или же вы обладаете некими, и такие специалисты, как вы, да, обладаете такими знаниями, особыми методиками, связями, каких простой смертный знать не знает? Ну, смотрите, с одной стороны, вы, безусловно, можете сами искать, безусловно. Но никто не убережёт вас от огромного количества ошибок, которые ждут вас на пути, которые уже опытный генеалог набил себе, вот эти вот шишки, да, болезненные. Естественно, генеалог обладает уже неким опытом. Например, когда вы будете гадать, какие документы вам посмотреть, из огромного количества документов, которые хранятся в архиве, генеалог уже по опыту знает, что вот тут вот это есть, вот тут вот это, а вот эти документы, скорее всего, не сработают. Поэтому работа с генеалогом, она вас защищает, во-первых, от обидных ошибок, во-вторых, она бережит ваше время. И, в-третьих, есть такой нюанс у новичков, по крайней мере, да, у тех, кто начинает. Ты когда начинаешь искать, в генеалоге вообще всё двигается по параболе. У вас либо сначала будет всё очень много информации, у вас будет полный восторг, но рано или поздно вы дойдёте до какого-то, скажем, плато, да, где информации не будет казаться, что уже ничего нет. И обойдёт вот это ощущение спада, да, когда ты ничего не находишь, и, наверное, процентов 70 исследователей на этом срезается. Как раз-таки там, где обычный исследователь станет, не сможет никуда пойти, профессиональный генеалог подумает, да, то есть у него уже был опыт, скорее всего, он через это проходил, скорее всего, он продумает, какие ещё документы посмотреть. Бывает ещё хуже ситуация, когда вы поначалу вообще ничего не находите, и люди снова сдаются, потому что иногда надо искать год впустую. Вы будете просматривать тонны документов, они будут очень тяжёлыми, неприятными для прочтения, и обычно люди сдаются. А опять-таки при работе с генеалогом рано или поздно, опять-таки при сохранности хорошие документы, скорее всего, выстрелят. Поэтому выбор за вами. То есть и тот путь хороший, и другой, всё зависит от того, что вам нужно. Если вы хотите результат быстрее и, возможно, эффективнее, и выявить больше информации, то я, конечно, бы рекомендовала работать с профессиональным генеалогом. Но если для вас это, например, приключение, знаете, такой фан, и вам хочется просто реально, ну вот, как это сказать, быть своим главным героем своего детектива, да, то, пожалуйста, ищите самостоятельно, это тоже хорошо. Единственное, что сразу посоветую, выбирать генеалога, да, вот это очень хороший вариант, такой компромисс, то есть когда вы ищете сами, ну, например, вот вам нужно поехать в Петербург, а вы в Барнауле. А в Петербурге есть кто? Правильно, генеалог, который вам всё может подсказать и ускорить вашу работу. А в Барнауле, например, вы можете искать самостоятельно. В конце концов, можно попросить человека просто сходить в архив на месте и посмотреть нужные вам документы. Поэтому вариантов много. Я, например, всегда стараюсь сделать так, чтобы вот люди, которые со мной работают, они всё-таки искали больше сами. Потому что вот это ощущение, которое ты испытываешь, когда листаешь документы, мне кажется, это важно, чтобы почувствовал каждый. Вот. Поэтому вариантов много, все варианты хороши. И, честно сказать, даже несмотря на то, что мне было бы выгоднее сказать, что с генеалогом будет лучше, я скажу, что важно, что вам по сердцу. Вот как-то так. А вот вы всё про архивы, архивы, бумажки, книги. Мы же в век интернета живём. А что, в интернете этого нет? Надо обязательно ездить куда-то? Смотрите, вообще, если мы с вами говорим о том, с чего начинать поиск, помимо опроса родственников, сбора документов, вам обязательно нужно посмотреть, безусловно, что есть в интернете. Потому что очень многое уже туда выкладывается. Во-первых, есть замечательная база данных. Это память народа, где вы посмотрите, собственно, что случилось с советскими воинами. Он ещё объединяет под собой подвиг народа и ОБД-мемориал. То есть это наградные документы и документы о погибших. Плюс ко всему есть замечательная совершенно база солдат.ру. Вы можете узнать там кое-что по зимней войне, да, то есть те, кто участвовали в советско-финской войне. Есть очень хорошие базы и по блокаде Ленинграда, и по Первой мировой. Первая мировая – это gvor.kamil.ru. Тоже обязательно проверяйте. Обязательно, конечно же, надо гуглить, да, то есть вам нужно всё узнать по тому месту населённому, пункту, точнее, населённому, да, который вы исследуете. В Гугле есть классная такая функция, называется книги. Вот вы нажимаете на гугл книги, и там, смотрите, очень велика возможность того, что вашего предка кто-то когда-то в мемуарах, например, вспоминал. Такое нередко бывает. Вот, поэтому обязательно проверяйте сначала интернет. Вообще интернет – это фактически часть подготовки к полноценному исследованию в архивах. Вы опять-таки с помощью интернета не будете задавать глупых вопросов в архиве, не будете тратить время на часть поиска информации и продвинетесь куда глубже. Ну, вы можете курировать, скажем так, процесс исследования, да, направлять человека. А вот вы, собственно, начали с себя, когда вы пришли в эту профессию. Вообще, почему вы в неё пришли, почему люди приходят, вот, и вот ваши первые действия? Ну, смотрите, если говорить конкретно обо мне, то у меня в семье так или иначе генеалогией занимались. Мы просто не называли это генеалогией. Мы собирали документы, пытались ответить, да, на какие-то вопросы для себя. Мы хранили все фотографии, насколько это возможно. То есть у нас всегда была такая культура, да, определённая. Я ещё с детства знала, что мои прабабушка, прадедушка работали там-то, там-то. Мы ходили по городу, и вот мне родители показывали. Тут жили одни твои предки, тут другие. Вот. Это правда, кстати, ну, это действительно мне помогло, когда я уже начала серьёзно исследовать. Но всё равно какие-то такие знания уже были. Потом я увлекалась собирательством открыток и в какой-то момент пришла на барахолку, у нас здесь местная есть, на Удельной. Ну, Удельная, Уделка её называет, это станция метро Удельная. Вот. И прикупила открытку, где не знала адрес. То есть я посмотрела, вроде, дореволюционная открытка. Вроде я довольно неплохо знаю Петербург, а этот адрес не знаю. Начала изучать, поняла, что там какая-то интересная история с самим домом, что там интересные семьи жили. И меня это зацепило. То есть дальше я уже начала исследовать старинные открытки, добавила, естественно, свою родословную. Плюс ко всему, так как мне хотелось ещё глубше изучать, я начала ходить в практическую школу, господи, извините, сейчас, в школу практической генеалогии Аллы Владимировны Краско. Это довольно известный генеалог, который 30 лет уже этим всем занимается. Вот она прям генеалог. То есть если я исследователь семейной истории, то вот она стопроцентный генеалог. Вот. И как-то там уже круг сложился. В общем, это если говорить обо мне, то вот меня так потихонечку затянуло. Как обычно бывает у генеалогов почти у всех, по крайней мере, я других историй, не знаю, слышала мало, скажем так. Обычно ты начинаешь исследовать свою семью, тебя начинает очень здорово затягивать, ты потихонечку начинаешь помогать своим, ну тем, кто тебя обратился, друзьям, знакомым, потом тебя попросили тут документ посмотреть, там документ посмотреть. Ты потихонечку начинаешь нарабатывать опыт по разным случаям. А для генеалога это очень важно, иметь очень разнообразную практику, потому что все в генеалоге ты знать никогда не будешь, даже если 30 лет будешь в ней работать. Но тебе важно иметь опыт в разных случаях абсолютно. Вот. И в результате люди потихонечку становятся коммерческими генеалогами. И, кстати, вот в чем соль как раз-таки выбирать регионального генеалога. Он, скорее всего, сам начинал работать в этом архиве, он живет в этом городе, у него хорошо налажены уже связи с археом, он хорошо знает документальный фонд, и он будет великолепен вот в этом крае, в этом городе и так далее, и так далее. Вот. Скорее всего, просто, потому что он начинал с этого, и на этом специализируется, у него есть там своя семейная какая-то завязка. Вот. Примерно все так происходит. То есть с годами просто опыт копится, 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 но тут еще очень важная фишечка есть. Некоторые генеалоги или исследователи семейной истории пишут, например, опыт исследования 8 лет. Вы понимаете, если вот он каждый день ходил в архив, и каждый день у него был новый опыт, и все пять дней в неделю он занимался генеалогией, как, например, это было Алла Владимировна Краско, то да, безусловно, он это 8 лет. Но если он там раз в полгода к этому возвращался, как часто бывает, или люди пишут, 20 лет составляя свое родословное, ну, если вы раз в год действительно месяц посвящали этому, это еще не говорит, что у вас 20 лет накопилось. Поэтому очень важно, чтобы человек набрал какой-то разнообразный опыт, разнообразные случаи практические, и тогда он становится потихоньку генеалогом. То есть если обращаешься к услугам какого-либо специалиста, на что еще раз обращать внимание? Что ты можешь сказать, ага, вот передо мной тот, кто мне все найдет? Смотрите, очень важно обращать внимание на то, насколько у него был разнообразный опыт. То есть не лишним будет спрашивать его, о чем конкретно, да, ну, вот какие конкретно у вас были случаи. Например, может быть, человек очень хорош в крестьянских родословных. Это совсем не то же самое, чем, например, вот, ну, чем если бы мы взяли духовенство, да. Или, например, человек прекрасно разбирается в периоде дореволюционном именно городских жителях, да, но при этом в деревне он так-так, не очень. Или, например, очень востребованы сейчас специалисты, которые занимаются советским периодом. Он, как ни странно, менее изучен, да, чем дореволюционный. То есть смотрите на степень разнообразности опыта. Плюс ко всему смотрите на регион, потому что, повторюсь, сильной, сильной стороной генеалогов всегда будет его город. Просто потому... Ну, это не обязательно, да, если генеалоги, которые ездят, например, вот каждый год в определенный набор архивов, да, в разном городах. Но все-таки в основном надо смотреть, где сам базируется генеалог. Вот в этом он будет точно великолепен. На дату какую-то смотреть... Ну, в смысле, на дату, на цифру, да, вот сколько лет он занимается генеалогией, на мой взгляд, это сугубо мое личное мнение, особо бессмысленно, потому что, повторюсь, вы же не знаете, как вот он прям вот так работал. Ну, то есть каждый день работал, или все-таки у него были перерывы. Если это аккаунт в соцсетях, то обратите внимание на то, о чем человек пишет. Вы все равно почувствуете, что ему ближе, что его больше интересует и к чему его притягивает. Очень важный момент. Генеалог не имеет права давать вам никаких гарантий. Если вам генеалог пишет где-то или говорит, что я всех найду, сто процентов, можете мне доверять, или скажет, я управлю с этой работой за два месяца, или, например, он скажет вам прям вот очень четкую, жесткую цифру по исследованиям, да, ну, вот по деньгам это чуть-чуть более спорный вопрос, но тем не менее. Если генеалог слишком уверен, да, условно говоря, то стоит есть о чем задуматься, потому что опытный генеалог уже хорошо знает, что документы могут не сохраниться, а бывает ты думаешь, что все, это вот личное дело о человеке, которого ты исследуешь, ты его открываешь, а там вырваны страницы, или они залиты водой, или там вообще информация про другого человека. У меня, например, в практике такое бывало. То есть на обложке одно имя, внутри другое. Вот, поэтому генеалог не дает гарантии. Он может вам сказать, что мы вот теоретически, теоретически можем найти вот это, вот это, вот это. Исходя из ваших данных, я вижу такие-то возможности исследований. Да, наверное, если нам повезет с архивами, с сохранностью документов, ну да, за полгода мы сможем вот это, вот это, вот это узнать. Но опять-таки гарантии давать? Нет, ни в коем случае. Ну и меня всегда смущают те, кто позиционирует себя, типа, что генеалогия – это очень легко. Чисто так визуально, да, чисто теоретически, действительно, тут все легко. Вот есть какой-то набор документов, и ты с ними работаешь. Но на деле, когда ты начинаешь в этом прямо вот руками работать, не знаю, не найду, не припомню ни одного генеалога, который бы сказал, что искать и работать легко. Поэтому, наверное, это такие признаки. Наверное, мои коллеги бы что-то еще отметили. Вот, ну вот это то, что я могу на скидку сказать. А вот из вашей практики были какие-нибудь совершенно чумовые истории, когда удавалось открыть, что там, не знаю, родственник Ивана Грозного внезапно, вот, простой слесарь из Санкт-Петербурга оказывается, скажем, родственником царя, либо что-нибудь такое интересное, детективное. Вот, расскажите. Ну, у меня все истории интересные, детективные, что уж там скрывать, и по старинным открыткам, и по человеческим историям. Тут очень важный момент. История любого человека, вообще любого, даже если у него одни крестьяне, она дико интересная. Правда, я пока ни за свою практику не встречала ни одного случая, когда сказала, ах, сколько тень какая. Нет, это всегда увлекательно. Если говорить о каких-то открытии известных людей, да, среди своих предков, безусловно, такое бывало, и, например, я лично знаю человека, который свою родословную, при том, что никогда не обращала внимания на свою фамилию, он оказался представителем дворянского рода, который чуть ли там не с 13 века идет. И это, ну, это прям уникальная история. Вот, потом я встречала женщину, которая в 60 лет начала заниматься генеалогией, сейчас ей 92, и она выяснила, что она родственница Владимира Ильича, Ленина. Вот, ну, там, дальняя-дальняя, но тем не менее. И при этом, вот что важно, такой, да, странный диссонанс. С одной стороны, она родственница Владимира Ильича Ленина, а с другой стороны, она родственница святого Иоанна Кронштадтского. Ну, он был священником, просто, да, его в дальнейшем канонизировали. В общем, ну, то есть, да, вот такой диссонанс. И очень часто бывает. А бывает, знаете, я, например, встречала историю, где была абсолютно сумасшедшая история именно крестьянских корней, где там просто такие драмы открылись, такие трагедии, и при этом и хорошие вещи. То есть, знаете, Индиана Джонс бы этому позавидовала. То есть, реально, очень много таких историй. Но я все больше прихожу к выводу, что у каждого из нас, на самом деле, есть такая история, потому что мы просто, как сказать, вот мы не можем, каждый из нас не может сказать про свою жизнь интересная она или нет. Но когда, это все потому, что мы здесь живем в данный момент, в моменте. Но когда ты смотришь на жизнь человека сверху, от его рождения до конца, ты понимаешь, что его жизнь была напитана вот всем тем, что мы смотрим в сериалах. Это у каждого человека. Поэтому в какой-то момент, когда я начала заниматься генеалогией, я перестала почти смотреть художественное кино, потому что мне просто, ну, то есть, я смотрю его, безусловно, но просто не в таких объемах, как раньше, потому что я на работе, столько всего узнаю уникального, изумительного, классного и увлекательного, что, ну, как-то просто не требуется уже. Максимально, на сколько поколений назад, до какого века удавалось заглянуть? Смотрите, тут я повторюсь, здесь все индивидуально, но вот у меня, например, ну, там, да, до 17 века, да, можно дойти запросто, вообще запросто, то есть преодолеть 18-й и 19-й век. Даже все-таки так, нет, запросто все-таки, можно дойти до 18-го века, 17-й уже будет посложнее, это я оговорилась, вот. Ну, в принципе, абсолютно легко можно преодолеть 20-й, 19-й век, вот, ну, и хорошо потоптаться в 18-м. Я знаю случаи, когда доходили до 16-го века, но это, конечно, уже представители дворянских родов по крестьянам, очень редко кто, хотя, кстати, недавно я дошла до 17-го века, вот, до его конца, вот, но там опять же шла речь о крестьянах, которые были прям, вот, знаете, вот с основания этой самой деревни, они были изначально служивыми людьми, которые там осели, то есть важно понимать, что, ну, тут, чтобы дойти тогда глубоко и далеко, нужны определенные обстоятельства, повторюсь, это либо дворянские корни, либо служивые люди, по крестьянам тоже, конечно, можно копнуть, вот, но не могу сказать, что я прям много таких случаев встречала, вот, вообще я бы рекомендовала смотреть не на глубину вашего древа, а на его ширину, то есть объясню, вы можете составить шикарный такой, знаете, скелет ветвистый, где у вас будет просто имена и дата рождения стоять, ну, что вам от этого толку, ну, что, какое отношение, какое чувство вы испытываете к этим людям, вероятнее всего никакого, потому что для вас это, ну, даже несмотря на то, что это ваши предки, это просто имена и просто даты, куда круче, на мой сугубо личный взгляд, это находить биографии людей, да, вот работать не вдаль, условно говоря, а там, а вшире, да, то есть стараться найти как можно больше биографических данных, стараться максимально собрать информацию по персоне, да, дошли в руки, пусть у вас будет только 19 век в наборе, но вы хоть будете чувствовать связь с этими людьми, это не будет просто имена в древе, поэтому это, кстати, такая большая опасность, то есть когда, тебя спрашивают, а до какого поколения ты дошел, до 80-го, ну что толку от этого 80-го, ну, я сейчас, конечно, из головы там доберу, но толку никакого, если для вас это просто набор имени и дат, поэтому не циклитесь на этом, циклитесь именно на том, сколько вы информации нашли по конкретным персонам. А вот, например, я, есть подозрение, что у меня какие-то дальние-дальние предки были из Польши, причем из шляхты, но это же уже, если копать глубже, это уже Польша, там по-польски пишут в этих книгах-то особых, вот, как здесь быть, вот, если корни уводят туда, за границу, как вот вы с этим работаете? Ну, смотрите, здесь уже как повезет, потому что, если мы с вами возьмем архивы, например, Финляндии, да, или Прибалтики, они будут прекрасно, чудесно на вас настроены, будет сложновато с архивами, например, Азербайджана, это прям огромная боль по работе, а украинские прекрасно работают архивы, у белорусских архивов тоже все замечательно, но есть нюанс, у них, к сожалению, очень низкая сохранность за счет того, что Великую Отечественную войну, как мы знаем, и Беларусь сожгли почти дотла, вот, соответственно, осталось очень мало, если говорить про Польшу, то там архивы, в принципе, работают неплохо, если говорить про Германию, они более закрыты, и во Франции с вас абсолютно точно потребуют подтверждения родства, вот, то есть в каждом, это, кстати, большая на самом деле проблема, что Россия очень хорошо разбирается в архивах, которые находятся в самой России, но не так много специалистов, которые хорошо понимают, как работать с заграничными архивами, и, на мой взгляд, опять-таки, мы еще только идем к тому, чтобы эта информация стала максимально, максимально открытой для, ну, то есть, знаете, такое простое для восприятия, что типа, а, в Польшу поехать, ну, да, поехать туда, 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 вот как-то так это должно, ну, должно быть в идеале, пока у нас такого нет, но вот по опыту могу сказать, что, в принципе, архивы в Европе и в США работают очень хорошо, просто нужно понимать, что у каждого будет своя, как сказать, своя специфика, там, плюс-минус, но в основном проблем, вот я лично не встречалась с теми, с кем я работала, ну, кроме Азербайджана, конечно, это боль. То есть, ты делаешь, допустим, запрос в польский или французский архив, и там есть специалисты, которые могут искать, собственно, по заданным тобою параметрам? Ну, могут, безусловно, но лучше, конечно, как и в российские архивы, ну, важно понимать, что если вы пишете в любой архив, неважно, французский он или русский, что я ищу Васю Иванова, я дату рождения его не знаю, и занимался он вроде как был скорняком, то есть, скорее всего, ни один архив вам не ответит, но если вы дадите более специфические вводные, например, что дата, год рождения, да, и дата рождения в целиком, желательно бы, фамилиями отчества, чем занимался, если в Польске, если у вас есть подозрение, что это шляхта, да, то, соответственно, фамилию, да, желательно бы уже намекнуть на какой род конкретно вы ищете, какие города, какая, ну, да, то есть, дать как можно больше конкретики, за что будет архивисту зацепиться, в идеале, конечно, например, в российские архивы лучше бы писать сразу же конкретные дела, какие бы посмотреть, вот, важно только помнить, что, естественно, все архивы, особенно европейские, работают за деньги, и деньги это очень хорошие, там архив, к архивному делу и к труду генеалогов, я вам честно скажу, относятся куда более уважительно, чем в России, потому что, ну, там очень достойный ценник, и все это нужно понимать, что это все в евро, то есть, это не рубли, вот, но, да, такая возможность есть, запаситесь терпением, но я все равно, опять-таки, рекомендую лучше съездить самому, если есть возможность, лучше все-таки съездить самому, вот, а так нет, конечно, найдут, поищут, все возможно. Если обращаться к специалисту, то хотя бы плюс-минус, сколько этот титанический, как мы уже поняли, труд может стоить, хотя бы примерно? Смотрите, генеалогия, да, индустрия генеалогии в России, она находится еще в таком зачаточном, все-таки, как ни крути, моменте, сразу поясню, просто немножечко исторически, как сложилось, дело в том, что время, в советское время, да, архивы, генеалогии же они преследовались точно так же, как генетики, вообще, если быть точным, то генеалогов уничтожали, опять-таки, как генетиков, вот, потому что невыгодно было той власти, да, чтобы была хоть какая-то привязка к прошлому, то есть все-таки это была новая жизнь, да, и поэтому нормально, более-менее начала возрождаться генеалогия где-то в 90-х, то есть в 90-х, прошло, ну, сколько там, 29 лет, 29 лет для индустрии – это ничто, соответственно, в генеалогии все еще формируются ценники, нет никакой единой системы, раньше я слышала, раньше я вот слышала, что в родословных генеалогических агентствах ценник мог и до миллиона доходить вообще запросто, что-то я такое слышала по периоду 100 лет по одной ветке, что-то там было, 100 тысяч рублей, в общем, цены постоянно менялись, но я вам предлагаю посчитать самостоятельно, да, например, как вот часто сейчас работает, просмотр одного документа где-то от 1000 рублей идет, плюс-минус, где-то меньше, где-то дороже, где-то дело может стоить 5000, ну, если мы говорим о больших сложных делах, да, где-то еще больше, все зависит от региона, соответственно, возьмем там, да, средние, да, там, тысячи рублей, просмотреть дел, вот опять же, трудно предугадать, сколько дел вам предстоит присмотреть, но давайте возьмем, не знаю, ну, 30 дел, например, да, мы умножаем, да, уже это где-то 30 тысяч, да, плюс, человеку нужно время на выявление, да, то есть ему нужно понять, какие документы посмотреть, где, кто-то ради этого ездит непосредственно в архив, и за это платит заказчик, да, то есть, ну, вот бывает, например, в генеалогическое агентство вы обращаетесь, насколько я понимаю, там уже включена стоимость поездки, то есть, оп, уже заплатили, то есть, плюс ко всему, нужно провести анализ, да, как вообще двигаться, составить стратегию, это еще деньги, где-то в общей сложности, понятно, что не сразу, понятно, что кусками, ну, где-то на одну ветку тысяч 100 точно надо заготовить, а еще мы не берем в расчет стоимости скопирования, потому что копирование, имеется в виду фотокопирование или сканирование, сканирование дороже, копирование, фотокопирование везде по-разному, вы платите, например, не за лист, а за оборот, то есть, у вас у одного листа будет сразу два оборота, и стоят они минимальной цены, которую я встречала, там, 26 рублей, вот, то есть, ну, вы должны просто готовиться, что где-то тысяч 100 вы точно дадите, но просто не сразу, да, хотя некоторые берут деньги вперед, то есть, видите, нету никаких правил, мы еще вот все еще что-то нащупываем, нету еще какой-то такой жесткой этики, нету еще каких-то жестких ценников, вот, но я даже, кстати, думаю, на самом деле, что даже самостоятельный исследователь все равно где-то столько-то примерно потратит, потому что опять же поездки, опять же копии и так далее, если кого-то мы напугали этими немалыми цифрами, все же советуем начинать, начинать с малого, и может быть сразу вы получите радующие вас результаты, а потом увлечетесь, а еще, я думаю, Мария, со мной согласитесь, уважаемые телезрители, занимайтесь фиксацией своей семейной истории, уже сейчас вы, а, сэкономите своим потомкам приличные деньги, во-вторых, время, спасибо, Мария, за интереснейшую беседу, спасибо, спасибо большое вам, с нами была Мария Тычинина, специалист по восстановлению семейной истории, счастливо!